ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, первый залетает на 3-смог. Как же так? Пропускает кикерта через центр. Инф 5 остался Джеймс, 64 хп. На съедение команде Спирит Дракон оказался сильнее в этой ситуации. 1-0. Незапасить как-то игроки атаки, выходящие на центр. Ну, как же тут сложно будет играть дальше. Ну, подождите, Чопера только что забрали, но мир! Ой, сколько дэмоджа съели, ребята! Еще сгорел кикерта! Выхода нет, 30 секунд до конца. Нужно быстро продвигаться. Второй сгорает. Угу, забирает первого. HDO неплохо врывается, в итоге 5 минусов в секунду просто. И поймем, как же так. Ну, там ляпс, ляпс, два отлетают. В общем-то, с ним тут не особо-то поработаешь, особенно, когда в команде. Выход дальше, Мэджикс тоже погибает. Совместные усилия киндера и компании. Сам Дайанка прочекали, сбрили, сдули только что. Ха-ха-ха! Просто улетели чешки, знаешь-то. Ха-ха! Убивает кикерта. Чопер! Бомба должна выходить и устанавливаться уху для себя. Пытается, наверное, строиться, но нет. Есть размен якиндер. Ой, заметил якиндер уже противника, сел за корзиной. Как же сыграть? Ой-ой-ой! 6 хп! Против кого это было, против Gambit, по-моему? Здесь, правда, все хорошо. В итоге якиндер одного еще забирает третьего, можно было... Ну, пока. Virtus.pro и вернулись. В целом... Очко, одно, второе, наверное, Адреэн под прикрытием Джейма. Дальше, конечно, ХАЕ залетит там неплохая. У Джейма, уууу, как же блока урода еще и... Нет попадания, тут уже с точки Б могут заходить даже в спину ему. Ой, какой пик, Адреэн в итоге падает. Красиво это было, но на машине игрок не читается или проверит. Ну тогда вообще 300 IQ. Что будут шить в этот смок игроки команды. Спирит, нет, Санжи еще одного забирает. Почему его там не могут увидеть вообще? Адресбаланс делает минус по Адреэну. Санжи уже просто не читается здесь. Ты понимаешь, он просто не читается здесь. И все, 10 секунд до конца, Санжи должен забирать последнего. Нет! Подожди, не спешим делать выводы. 8 секунд Джейм переключается на пистолет. Понимаешь, что последний красный добивает его. Тень видна и тот же выстрел. Он пока живет за машиной, но прожег этот на самом деле. Сбривает его Мэджикс и дальше... Притом там есть опции проходить, да, разные. Там про Молика на ретейке было и один просто... В никуда. Кикер приходит. Ой-ой-ой, опасненько! Полный рост вообще такой кикер! Чоппер забирает его и дальше сидеть на самом деле. Или будет голова против Санжи. 2 на 1. Дисбаланс остался последний против Джейма и Санжара. Как же им сыграть? И не было попадания. Это выбивание 3 в 4. И при этом Санжи был слепой, но сейчас будет готов уже принимать первого. Забирает Мэджикса. Адрен также находит голову Леоне. Кикер пытается выйти через КТ. Его закрывает АВП и дисбаланс. Очень круто заканчивает эту историю. 3 фрага в последнем раунде. Победа команды. Спирит. Меньше на больше. Адрен! Что это было? Забирает еще кикер дисбаланса. Уже проиграна. Бомба взрывается. Спирит забирают. Заметили Санжи за плентом. Он едывает. У Екиндора, кстати, позиция была бы неплохо все-таки. Спирит. Иду дальше. Могут быть наказаны экономически. Достаточно серьезно. Унес. 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 Голил. На самом деле дальше несется. И Акайшерс добыл себя. Уже работать по А. Внутрь плента. Диффузов на ретейке. Дисбаланс последний остался. Не попадает по голове. Слажки уже первые полетели через верхную кикер. Так. Слепого Мэджикса не проблема. Убивает. Чоппер тоже от него уже отлетает. Адрен. Вот как-то... Как-то достаточно неуверенно выглядит Спирит в этом моменте. Ангу. Это было с шарта. Так. Выпадает. Ой, как же не пошло! Мир! Молотопот Мэджикса. Выгоняет его с ниндиспота. Но он забирает Джейма. Еще и мог попасть по Санжи. Киндер не чекает. Он не знает, где находится оппонент. Все еще верил в то, что он на КТ. И Мир в итоге забирает и Киндера на прыжке. Но не ожидали, видимо, при выходе на ковры. Мир! Четыре фрага. И в итоге раунд. В пиксель какой-то могло залететь. Еще до флешки. Ой, ой. Эсдевайз забирает. Играет против него уже. С другой стороны дисбаланс промахивается. Оставляет Мэджикса. Один на два ситуации. Уже один на один за машиной. Пока что стоит молодой. И он! С эти раунда в это выходы на... Ой, ой. Тут воткнул Мир буквально. Да. Калаш в кикерта. И Эдис Белл он забирает и Киндер. От команды Virtus.pro. Но нет и фузов. Нужно подпишить. Ой, какой спрей Чопера. Остался он против Джейма. Это дуэль. Кто окажется сильнее? Джейм берет себе К-47. По Чоперу была получена информация. Нужно зажимать. И получается попасть в голову в итоге раунд для Virtus.pro. Честно. Когда я отходах ближе к центру. Так, и Киндер пропускает одного-второго. Убивает. Отличная работа. Еще и можно второго сбривать. Да. Дальше работа Джейма. А Мэджикс тоже в никуда. И Санджи заканчивает. Ну вот ты говоришь, да? Там на самом деле Санджи все свои выходы он принимал в плюс. Пасается пуша через джангл. Там два игрока уже будут выходить. И дисбалансы в итоге проверили. Но он убивает Джейма. Как же не повезло. Киндеру тоже он не смог выйти на хороший размер. Но Кикер тут как тут. Два минуса. Сам Дайянг. Есть хэдшот. Мэджикс под ним. По Адрину тоже поработал на коврак. И Кикер последний на коннекторе. Бомба там конечно стоит. Но как же. Смаком закрывается дефолт. Мэджикс даже без флешки врывается. Классным оставляет Джейма. Один хп еще и забирает Санджи. И один хп это все-таки залетело. Там ему маслида. Но мир зайдет в спину сейчас. Эсдевайдер вырывается. Джейм на развороте. В итоге сыграл тоже Кикер. 5-7. Мидл снимает. Эдисбаланс. В итоге Джейм умирает. И находит Мэджикса. Это очень интересно. Мир. Свечает Шопер. Нет. Все-таки никого не получается забрать. Четыре минуса. Моментальные от команды Виртус Про. После падения Джейма. По дисбалансу была информация. Там не было. Было сложно дальше что-нибудь придумать. Дисбаланс. Попадает по Санджи. Получается хэдшот этот залетает. Джейм. Взять раунд. Это экономика. Дисбаланс слепой. Поздно по нему. Молотова Санджи. Это очень круто. А это не очень круто. Очень хитрая претитка. Коварная. На стрельбу должен выйти. Одного ляпнуть и второго. Выход. Какой же бог. Просто красавчик. Это слышит игрок в Зиге. Это Якиндер. Ставит данный хэдшот. 16-9. Победа команды Виртус Про. Мы будем смотреть Инферно. И это круто, Алексей. Потому что на Инферно обычно разыгрывается суперматч. Мы очень хотели посмотреть три карты. Дальше получает тоже дым под себя. И нужно встречать выходящих через дым. Разворачивается в итоге Чоппер. Мира только что теряет. И убирает только одного Чоппер. Второго тоже. Третьего каким-то образом забрал. Полетели. Классные на самом деле. Нужно угол прочекать. Но нет. Якиндер. Два минуса. Только сейчас выходит Эйзди Вайон на размен. Нужно как-то еще кикер-то убрать. Тот голову свою показывает. Флешка какая тут ювелирная залетает. В итоге только один в один дисбаланс. Здесь дисбаланс до Дефуза. Санджи пытается выйти. Возможно поспешил немного. Хотя вот еще доля секунды. Какие-то смещения под базой Б от Якиндера. Мир здесь добирает последних двух. Причем три игрока туда направляются. Это тоже интересно. Мэджикс получает прострел. В итоге Санджи забирает одного второго. Не было размена. Дисбаланс далеко. Зюз тут же взял на руки. И получится. Нет. Санджи. Дисбаланс програкивается. Там Даянки его должны проверить в пленте. Он делает минус по кикерту. Санджи предварительно забирает Мэджикс. Санджи, Дисбаланс не мажет в этом раунде, хотел сказать я. Как же сыграет против этого буста команда Virtus.pro. Выехает. И кикер снимает его оттуда. Чоппер разменится на Якиндере. Еще один фраг от Чоппера. Должен забирать. Да, он и дальше. Кстати, было очень опасно. Что-то вчера вот так вот раунд взял. Двоих убил. Пока что никого забрать. Зайчик упрыгал через КТ. Там мир. И вместе с СДВМ нашли свои фраги. Но Джейма могли не прочекать. И Джейм забрал оттого. И Адрен должен включиться за б3. Приваясь. Ай-яй-яй! Приваясь! Три секунды в итоге. Нужно вышивать. Берем раунд. Что это было? Что? Еще сложилось. Ой-ой-ой. Не очень хорошо сложилось для Джейма Санджи на размине. Это было все на шорте. Он делает два минуса. Дальше идет заход. Чоппер также падает. Адрен приходит. Так. Проблемы могут быть. Все-таки там справляет Джейм. Джейм и Адрен. Да, эта информация получена, что соперник пытается все еще играть. Через двадцатку или ковры. Доходит Джейма только что. В горе. Да, много надежды на Кикерта. Там фташка залетела. Тоже неплохая. Чуть. Но она дизбаланса была. Да, может даже не одна. Триплкилл от Джейма. Отметим. Вот он шашлык. Шашлыченко здесь был. В пять. Ну уже все. Кстати, теперь игрока сейчас будет на. Так что выбивание не будет. Теперь тоже не спешат. Но нашли они Екиндера. Адрен погибает. Кикерт не смог выйти из библиотеки. Видимо, зачитался. Два в пять. Санджи и Джейм остались. Но будут пытаться уже. В ситуации три бита за четыре. Джейм тоже расплачивается. Один на один. Выход на него совершает. Ай, дисбаланс. И Джейм тащит раунды. Какая драма. Что происходит? Джопера подступила. Джейм остается на Б. Что тоже интересно. Как он там отыграет на пятачке. Спириты вновь пятером на Банане. Попытка выйти еще одна. Флешка. Екиндер отрезается смоком. И спрей по Джоперу залетает. Там очень жесткий. Дальше поджигается. Также квадрат пытается выйти мир. И тоже подрывается на Екиндере. Здесь осколочная граната ювелирная. Залетает. Три в пять. Мэджикс, ай, дисбаланс. И сам Дайянг. Все еще попытка ворваться на этот планет. Екиндер. Там дальше каким-то образом еще и дальше воюет и убивает. Самое интересное, только сейчас его разменяли. 2 в 4. Мэджикс и ай, дисбаланс. Ставится бомба. Очень все неприятно здесь для команды Спирит. Будут драться до конца. Смотрим на ретейк от ВП. Джейм фокусит Б3. Все четко здесь пока позиционно. Ну и пошло движение. Санджи делает минус по Мэджиксу. Санджи ставит точку в этом матче. И 16-10. Команда Virtus.pro двигается дальше. И у нас будет финал винеров. Na'Vi Virtus.pro. Это так, Алексей.